А я спасен, Божий мир возгорен, С детьми верую я в Иисуса. Он покой мне дает, снял с души всякий мертв, Сына Божия верую я, верю я. Верю я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса. Верю я, верю я, верю я, верю я в Сына Божия верую я. Искупил Он меня, верой принял Твою я, Сердцем верую я в Иисуса. Он сменой мы, Он хранитель души, Сына Божия верую я. Верю я, верю я, верю я, верю я, верю я в Сына Божия верую я. О, как радостно мне, Он со мною вечер, Сынцем верую я в Иисуса. Жажду вечно хвалить, Иисусу служить, Сына Божия верую я. Верю я, верю я, верю я, верю я в Сына Божия верую я. Слава Господу, братья и сестры. Прекрасный воскресный день подарил нам Господь и дал нам совместное общение. Почему-то нас сегодня очень мало, но время начала служения подошло, и мы будем благодарить Бога за прекрасный день. Мы будем молиться. Вы знаете, у нас третье воскресенье, по согласию, это особенный день в том, что мы молимся о наших семьях. Мы молимся о детях родителей, чтобы Бог дал им мудрости, чтобы Бог дал им здоровье, чтобы Бог помог им сделать правильный выбор. Мы молимся об отцах и матерях, чтобы они не раздражали детей, а воспитывали в учении наставления Господним. Я не раз замечал почему-то, что в этот день бывают дополнительно какие-то искушения, которых в другие воскресения не бывает. И враг как будто старается с самого утра испортить настроение, создать какие-то такие трудности, знать, что люди спешат, опаздывают, не получается, что-то, знаете, случилось, еще что-то. Мы даже приехали сегодня, забыли ключи, не можем здание открыть, кто здесь был. Мы договорились с братьями раньше, полдевятого мы молимся, а тут мы можем в здание зайти, знаете, такое уже, можно уже расстроиться. Но потом нашелся ключ, мы открыли. Знаете, и враг, который был когда-то, он тот же самый. И он не желает, чтобы новое поколение, которое подрастает, оно сохранило веру. Когда-то апостол Иуда писал послание, и он говорит, я имею все усердие писать об общем спасении, говорит, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Есть вера, которая была передана святым. Есть люди святые, которые хранят веру. Есть люди, которые имеют веру. Сегодня есть очень много разных, как бы, верований, или практического положения, когда говорят, я верующий. Я когда ходил в школу, в Советском Союзе я ходил. И тогда они не хотели, чтобы были люди, верующие в Бога. Вот однажды я на демонстрации, которая была вчера, сегодня я пришел в школу, вчера я не был. И учитель, классный руководитель спрашивает, Анатолий Высоцкий, почему ты не был на демонстрации вчера? Я еще, как бы, думаю, что как ответит. А учитель говорит, он верующий, он верующий. А учитель говорит, ну и что, что верующий, я же тоже верующий. Только Толик верит в Бога, а я веру в партию коммунистическую. Вот мы тоже верим, каждый вот что-то верит. Но Слово Божие напоминает нам, Иуда, апостол пишет, я хочу, чтобы вы имели веру, которая когда-то святым была передана. Не просто какую-то веру, тебе что-то передали, и ты веришь так. Нет, вера, которая делает людей святыми. Веру, которую приняли святые люди, они передали своим детям, их дети были святыми. И знаете, когда-то апостол Павел писал уже послание к Тимофею, и он смотрел на Тимофея молодого, и говорит, я знаю твою бабушку, у нее была такая вера, нелицемерная, святая вера, или вера, которую передали святым. Я помню твою маму. И говорит, я сейчас на тебя смотрю, я уверен, что это вера в тебе. Братья и сестры, наша молитва, чтобы у нас была вера, которую передали святым. Конечно же, эта вера начинается с нас, родителей, дедушек, бабушек, которые делают решение. Я желаю перед нашей молитвой прочитать несколько стиховок с послания к евреям, 11 главы, которая напоминает о вере. Этой верой люди творили чудеса. Этой верой люди не боялись идти на смерть. Этой верой люди рисковали, делали то, что другие не делают. Вот как написано об одной семье. Смотрите, как написано в послании к евреям, 11 глава, 23 стих. Кто из нас читает Библию, мы знаем, что было время, когда израильский народ, верующие люди в Бога, жили в Египте. Но египтяне не хотели, царь не хотел, чтобы умножался Божий народ, и особенно мальчики, чтобы не было армии. И он говорит, когда рождается мальчик, вы сделаете так, как будто он умер при рождении, а девочки пусть остаются живыми. Но люди, которые помогали в природах, не делали так, они боялись Бога. Они верили в Бога, Бог устроял их домы. И поэтому Бог благословлял. И тогда царь, фараон, издает указ, если мальчик родился, бросайте его в реку. Все, любые, кто заметил мальчика, надо бросать в реку. Родители должны бросить мальчика в реку. И знаете, многие так называемые верующие родители, имеющие веру, или с Божьего народа, они говорили, ну что, как по-другому сделать? Ну, бросаем в речку, родился мальчик. Вы ждали ребенка. Где ребенок? Ну, не девочка родилась, мальчик. И что, ну, уже нету. Понимаете? Я вчера был на похоронах, позавчера, и тоже с одним человеком говорил уже о нашем времени. И, ну, мы разговаривали, и есть некоторые требования нашего времени. И он говорит, ну, ты знаешь, мне надо было это делать, потому что, ну, такая обстановка, мне надо работу сохранить, мне надо там другое. Люди делают выбор, и как бы, ну, а что другого сделать? Ну, была семья. Амрам и Иохаведа. Папа и мама, которые видели, мальчик родился. Мы бросать в речку не будем. Они как-то его хранили. И дома у них, и расстояние между домами было маленькое. Они были рабами. Но они как-то три месяца смогли это скрыть. А потом невозможно. И знаете, они не просто бросили мальчика в реку. Да, они тоже шли к речке. Потому что всем сказали, если мальчик, несите к речке. Но они не просто бросили ее в воду. Мама сделала корзинку, и не просто корзинку, а смолила смолою, чтобы туда не попала вода. Она пришла к той же речке, куда шли другие родители. Верующие родители или их соседи бросали их детей. Но эта мама поставила ребенка там, где-то, возле берега. И не только так, но старшая сестра этого мальчика, она сказала, мама, я помогу. Я буду смотреть, что будет с нашей корзинкой. И знаете, Бог дальше делал. Туда послал дочь фараона, который дал указ. И она слышит, плачет мальчик. А эта девочка просто бегает там, наверное, играется на берегу. А дочь говорит, принесите. Она увидела красивый мальчик. Говорит, я хочу, чтобы он был моим. А девочка говорит, а вот вам надо, чтобы кто-то его кормил. Он же еще маленький. Она говорит, да. А девочка бежит к маме. И маме за это еще деньги дают. За то, что она его воспитала. Но мама кормила его и рассказала ему о Боге. И уже вторая часть вот этого описания говорит, Моисей, верою, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христов почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взрал на воздаянии. Было то, что сделали родители. Не так, как всех. Не так, как приказ звучал. Не так, как требовали соседи. Они сделали по-другому. Они думали, что можно еще сделать. Дорогие друзья, мы посылали детей в школу. Сейчас вот начался учебный год. Некоторые пошли в христианскую. Родители думают, наверное, в христианскую. Некоторые пошли в паблэк-скул. Но они послали с ними наставления. Дети мои, вы встретитесь с разными людьми. Как вы должны поступать? Они молятся. Они с ними Библию изучают. Они их благословляют при выходе из дома. Они делают по-другому, не так, как другие. Мои родители, когда меня посылали, у нас был день, когда нам прикрепляли красную звездочку. И там был портрет Ленина, вождя тогдашнего мира. И знаете, мои родители говорят, этот день. Они сказали, всем прийти, готовиться, у нас праздник. А мои родители говорят, сынок, ты не пойдешь. Это не твое. И я не иду. И знаете, когда я прихожу на следующий день, мне хотят прикрепить эту звездочку. Я говорю, я христианин. А чего ты не хочешь? Ну, я не хочу. Моя мама, папа сказали. Ну, маму, папу, знаете. Я делал по-другому, не так, как все. Но были другие мои друзья в церкви. Они говорят, ну что это звездочка? Да пускай носит ребенок, зачем ему это самое? Позже, через три года, в третьем, четвертом классе, нам навязывали красный галстук. Я в тот день, когда навязывали, всем официально тоже не шел. А другие родители говорят, что вы за эту тряпку детей травмируете? Пускай идут, привяжут, поносят. Пришел со школы, сорвал, выбросил. Нет, мои родители не так думали. Это не просто так. Мы делали по-другому. В наше время многие христиане делают вот так, как и все. Но есть те христиане, которые делают по-другому. Есть те, которые по-другому говорят. Есть те, которые по-другому одеваются. Есть те, которые по-другому себя ведут. Есть те, которые по-другому молятся. Есть те, которые пришли на собрание, по-другому слушают. Будьте, которые заняты своими мыслями. Я пришел, чтобы они спросили, где ты был. Но они не в собрании. Но мы, друзья, по-другому. У нас есть вера. И вера, которая делает нас народом особенным, ревностным, добрым делам. Эта вера делает нас святыми. Может, некоторые дети наши, они не знают, как говорит Господь. Об этом не знал Самуил, помните, которого мама отдала в храм. Но он научился. Сначала он просто слушал священника, позже Бог заговорил к нему. Самуил сделал выбор, слушать голос Господень. И когда он слышал, Бог говорит, говорит, я готов, твой раб, буду слушать. Знаете, что Каин, который тоже слышал голос Божий, сделал по-другому. Каин даже брата своего убил. Они вместе были на собрании. Тогда они приносили жертву. Один принес, и другой принес. Но один нагрешил и принес, а другой выбрал самое лучшее и принес. И Бог посмотрел, жертва Авеля, прекрасная жертва. Бог ее принял. А Каина жертву не принял. И знаете, вместо того, чтобы покаяться, сказать, а что я не так сделал на собрании? Что я не так сделал при приношении жертвы? Что мне надо изменить? Может, с папой и с мамой по-другому разговаривать? Может, между братом и сестрой по-другому изменить? Может, на работе что-то надо по-другому сделать? Может, в собрании по-другому? Он сказал, да что это такое? Что твою Бог жертву принимает, а мою не принимает? И убил. Идем в поле, поговорим. Не знаю, может, он специально, может, нечаянно его толкнул, и он так упал, что умер. Знаете, но Авеля не стало. И когда Бог спросил, где Авель, он говорит, а я откуда знаю? Я не сторож. Бог говорит, плохо сделал. И тогда написано, что Каин уходит от лица Господня. Он не захотел слушать больше голоса Божия. Он сделал свой выбор. Моисей, Самуил, Тимофей и многие другие сделали по-другому. Братья и сестры, сегодня, начиная наше собрание, мы откроем свое ухо. Будем слушать, что говорит Господь. Не отвергнем его голос, а скажем, Господи, говори, что ты хочешь от меня? Скажи мне. Мы будем молиться, чтобы голос, который будет обращен к папе, услышал папа. Голос, который будет звучать Божий к маме, мама услышала. Если будет голос к детям, дети услышали. Чтобы наши семьи были верующими семьями. Не просто назывались христиане или люди, верующие в Бога. Но чтобы мы были людьми, которые имеют нелицемерную веру. Чтобы мы были людьми, которые имеют веру, которую передали святым, которая делает нас святыми. Вера, которая будет вести нас. Вера, которая поможет нам страдать с народом Божиим, если придут страдания. Вы знаете, такое страдание, как сейчас говорят, возьми эту прививку или не возьми. Это небольшое страдание. Некоторые говорят, что там прививка, взял и работа осталась. А другой говорит, я готов потерять работу, потому что что-то подозрительное в этом есть. У меня не хватает на это веру, это принять. У меня, мое тело, это храм Божий, должен позаботиться. А для молодежи некоторые говорят, возьми сигарету. Ты так вкусно, так приятно, ты попробуй таблеточку возьми, некоторые говорят. Ты знаешь, какое чувство переживешь. А ты знаешь, нет, надо по-другому, это нельзя делать. Я это не буду трогать, я к этому не буду прикасаться. Потому что в этом может быть погибель. Мы делаем выбор. И поэтому наша молитва в этот день, чтобы Бог помог всем из нас, и взрослым, и детям делать правильный выбор. Чтобы Божье благословение было с нами. Моисея избрал Господь позже, и он выводил народ израильский. Он доверил ему большое дело. Потому что когда-то он сделал выбор. Он мог бы иметь все в Египте, он мог бы быть сыном дочери фараоновой. Но он поменял. Я не знаю, что будет предлагать вам, и мне враг еще. Но мы сделаем выбор. И выберем то, что предлагает Господь. Поэтому давайте мы встанем на наши ноги. Поблагодарим Бога за то, что Он нам показывает правильное положение. И будем молить, что Он помог нам сделать правильный выбор. И будем просить благословения.